всем привет друзья на повестке дня вопрос перегонки браги на спирт сырец так ну давайте я прежде сделаю небольшое отступление касаемо синих ферменторов люди писали под предыдущим роликом комментарии что я якобы там лью горячую воду в синий ферментор и от этого там что-то плохое происходит на что я друзья вам сообщаю что я звонил на завод который делает эти ферменты общался с представителем их лаборатории по телефону конечно никто мне протокол официальных испытаний не дал это все дается по запросу вот если хотите можете отправить запрос может быть вам пришлют но со слов сотрудника лаборатории значит эти ферменторы не выделяют токсических веществ до 70 градусов температуру они держат без изменений каких-либо свыше 70 градусов как мне сказали в силу свойств физических полиэтилена материал просто размягчается то есть емкость становится начинает становиться более мягкой и все никаких вредных выделений как меня заверил сотрудник лаборатории не происходит так что смело можете друзья затирать тем более что я туда воду температуры 72 градуса это практически 70 до который даже не деформирует никак этот это изделие скажем так но давайте перейдем к не дробный давайте перейдем к нашей дистилляции значит тут в общем то особых каких-то карамольных вещей нету то есть как делается перегонка браги заливаете в куб на две трети желательно и перегоняйте перегоняйте с максимальной скоростью которая у вас получается соответственно на подстиле но в данном случае у меня подстил это вот шлем и конус если у вас соответственно шлема с конусом нету необходимо его у меня приобрести вот шучу вот если нету то ну просто там ставьте царгу там какую-нибудь но желательно чтобы присутствовал конечно медь можете засовывать пожи там если у вас нету медной царги вот ну собственно ну желательно точнее не желательно обязательно чтобы была медь при перегонке чтобы все сернистые соединения так сказать хотя бы все сернистые соединения убрать по максимуму ну и в идеале конечно это должен быть шлем с конусом потому что так мы получаем более ароматный более качественный дистиллят но об этом мы еще поговорим более подробнее значит на максимально возможно какая у вас получается скорость вы это дело отгоняете можно отбирать голову можно не отбирать но в принципе везде пишут что при первой перегонке не отбирается главная фракция но тут как ничто не мешает нам сделать так как мы собственно хотим да то есть если идет приятная главная фракция по аромату то почему бы ее тоже не взять и не оставить отбор голов на как говорится на вторую дробную но если первые капли воняет какой-то гадостью то почему бы ее не вылить и не пустить в погон соответственно там смотрите регулируйте каждый каждый как говорится сам ну и останавливать погон я буду на общей крепости спирта сердца 35 процентов это та цифра которая была обозначена в книжном издании которым я руководствуюсь соответственно как там написано так я делать и буду ну и чё друзья долго не буду томить давайте смотреть ну что друзья остаток один процент по сахару пахнет пахнет хорошо вроде ничего постороннего нету пять дней она бродила все пять дней бродила и перебродила но что джек ячменное зерно настал тот день тот час тот светлый миг любви в общем залил я пошло все под завязку прям совсем по завязку прям по суточки вот не знаю но буду аккуратно перегонять пенка там конечно будет полезен если буду потихонечку аккуратненько но зато за одну перегонку прямо вот четко с 11 килограммов зерна четко вошло все в куб 33 литровый но это хорошо что хорошо я рад ну да с fx ячек здесь бы не помешал чувство будет интересно так короче закапал ну давно закапал как вы видите обычно значит по технологии не предусмотрено отбор голов при первой дистилляции как бы предусмотрено быстро достаточно отгонка но да простят меня крафтовые вискокуры блин вот это вот муть я первую все буквально 100 миллилитров позвольте мне простите меня друзья но я не могу я это вылью а дальше уже буду отпирать спирт сырек так вот отобрал я чуть больше 100 150 вот но поначалу блин вообще такой запах из амилола прям шел дичайше но это не страшно на самом деле если мы говорим на виске но в нашем случае немножко более страшно потому что мы все-таки большими бочками не обладаем поэтому все-таки я думаю что имеет смысл немножко голов при первой перегонке отбирать вот ну чё сейчас надо на максимальной возможной скорости я конечно понимаю что джек ячменное зерно залитой посюда мне особо разгуляться не даст вот но как говорится посильно сейчас буду нащупывать скорость чтобы как можно быстрее по возможности выгнать ну и не схватить брызгой у нас не спрашивайте почему повернулся шлем ничего сакрального это мне это мы просто виска вискарные аппараты обычно как-то так выглядит я поэтому привел все в соответствии ну что скорость отбора конечно захватывает дух как говорится full throttle ну ладно на этом максимум что я могу сейчас позволить конечно следующий заход я запасусь с аффиксилом и буду уже носить этот пеногаситель ну сейчас вот честно сказать вот запах такой что я вам признаюсь не лукавля не лукаве как правильно сказать что испытываю настоящий кайф вот реально реально такой классный запах мне очень нравится но начальная спиртозность у нас 72 процента соответственно какие параметры у нас мы будем гнать до 25 в струе и крепость спирта сердца у нас общая по идее должна быть равна 35 процентов но я буду ориентироваться по конечной спиртозности спирта сердца 35 процентов сколько там будет в этот момент струе я поэтому ориентироваться не буду но честно сказать друзья не был я психологически и физически готов к такой скорости отбора 600 миллилитров в вот значит два часа ночи вставать в 6 утра хотя бы четыре часа надо поспать поэтому решил я прекратить решил я прекратить отбор вместо 35 у меня общая спиртуозность получилось 55 ну пусть будет для первого раза до первого раза будем считать так сказать начало положено ничего страшного вот такой у меня спиртозность получился ну вот вы все сами принципе видели друзья мы будем считать это первым блином да хотя принципе я не считаю это каким-то блином комом потому что в общем массе она серьезно никак не скажется вот что какие выводы ну заливать надо было конечно мне поменьше две трети бака как в общем-то и следует чтобы пена не не бежала но я посчитал так что мне было лень делить на два погона ладно следующие разы будем делать выводы надо будет купить фиксил вот добавлять его чтобы она не спине вышел нормально все пригонять ладно что нас ждет дальше дальше нас друзья с вами ждет сбраживание того же самого солода но уже фруктовыми дрожжами а и на ферм c2 это компания улали мант почему именно они но в интернете порылся вроде как рекомендуют говорят что неплохие дает органолептику зерновой браги но посмотрим посмотрим как они сработают почему бы нет как я говорил будем экспериментировать с дрожжами солодом вот с гидромодулями будем экспериментировать все у нас будет впереди друзья так что подписывайтесь чтобы ничего ни в коем случае не пропустить не забывайте конечно же про сайт явинокур точка ру где продается вот такое вот великолепие такое вот оборудование шикарное ну и что друзья помните что в наших руках рождается магия и да пребудет с нами маленькая печень до новых встреч друзья